Для великого князя в Челябинске организовали царскую культурную программу. Он посетил оперный театр и музей православной истории, прогулялся по улице Кирова и посетил выставку «Сокровище Востока» в историческом музее. Впрочем, в программе визита не только развлечения. Предполагаемый глава дома Романовых подписал соглашение о сотрудничестве между правительством области и благотворительным фондом Русь. У нас были очень важные события подписания с губернатора и с митрополитом. Но эти два дня я все еще смог погулять по городу, посетить музей, посмотреть даже на Митарита. Подписали договор из Челябинской епархии. Совместно с благотворительным фондом организуют бесплатные обеды в местных приходах. Фонд Русь занимается раздачей еды и средств гигиены малоимущим. Среди проектов организации «Корзины доброты» в супермаркетах, где каждый может пожертвовать купленные товары, и программа «Продукты в глубинку» для пожилых людей в селах и деревнях. Сейчас будет настроено более тесное взаимодействие с Министерством социальных отношений. Мы уже с ними давно работаем, с прошлого года. Будем масштабировать нашу деятельность с одной стороны. С другой стороны будем прорабатывать с Министерством агропромышленности, также возможность привлечения новых доноров, локальных доноров. В завершение визита Георгий Романов пообщался с представителями местных некоммерческих организаций. На встрече обсудили возможности сотрудничества, а также поделились опытом в запуске благотворительных проектов. Традиции благотворительности и меценатства, они в Челябинской области развиваются достаточно давно, безусловно, с ее основания, с царского времени. И в этом отношении, конечно же, семья Романовых оказала значительнейшее влияние на формирование этих традиций. Напомним, князь Георгий Романов считается потомком русского императора Александра Второго. Вырос и родился в Испании. В последнее время живет в Москве и занимается благотворительными проектами на территории России. Иван Абросимов, Денис Оснач, 31 канал.